Добрый день! 200 куб это закрученный аналог обычного кубика рубика 3х3 то есть элементы те же самые но как бы его свернули из-за чего у нас получилось что центры стали двухцветные ну 4 центра белый желтый такие же как на стандартном кубике и алгоритм сборки чуть-чуть поменялся если вы умеете собирать кубик рубика 3х3 то и этот как бы вам легко поддастся все этапы сборки точно такие же сейчас я об этом подробно расскажу первым делом как обычно нужно забрать крест поначалу это делается точно также видим элементы креста расставляем в нужном порядке зеленый оранжевый потом должен быть синий и красный вот у нас синий это красный вот синий ребра креста собрали теперь осталось сделать правильный крест здесь стоит быть внимательным это синий ребро к зелено-оранжевым центру не подходит это оранжевое ребро к зелено-красному не подходит подвинем немножко теперь вот зеленый зелено-красный подходит оранжевый зелено-оранжевый подходит синий синий подходит красный красный подходит И все бы хорошо, но если мы сдвинем еще раз, синий подходит к синему, красный подходит к красному, зеленый к зеленому, оранжевый к оранжевому, так какое же положение правильное? Это понять легко. Мы видим, что вот оранжево-синий центр и синий-красный центр. Эти синие цвета должны смотреть друг на друга, то есть в одно ребро. Соответственно, вот этот синий-красный стоит правильно, а вот этот оранжево-синий стоит неправильно. То есть, по идее, здесь будет оранжевый цвет. Если мы повернем вот таким образом, здесь будет цвет оранжевый. Соответственно, здесь должно быть оранжевое ребро, здесь синий ребро, здесь красное и здесь зеленое. Предыдущее положение, которое как бы тоже совпадало по цветам, будет тогда уже неправильно. Ну, как бы вы можете это заметить, когда начнете собирать первые два слоя. У вас они просто не соберутся, хотя крест будет выглядеть правильно. Вот надо быть внимательным. Как только мы определились с тем, как у нас должен стоять крест, мы можем развернуть вот эти центры в нужном положении. Ну, как и на многих других шипмонов кубика 3х3. Поднимаем ребро наверх, отводим в сторонку и, повернув в центр, возвращаем ребро на место. Так, здесь видим, не совпадает. Поднимаем наверх, отводим в сторонку, подворачиваем, возвращаем, пускаем вниз. Здесь все хорошо изначально, тоже. То есть, вот теперь этот крест правильный. Дальше собираем первые два слоя. Это можно делать как методом для начинающих, да, то есть все то же самое. Белый цвет смотрит вправо, дальше делать один киф-паф. Дальше, какой-нибудь следующий, бело-красно-синий, вставим над своим местом, смотрит вверх, делаем три киф-пафа. Белый, зелено-красный, один киф-паф. Ну, и первый слой собран. Дальше, ребра. Ребра здесь симметричные, да, то есть их можно с любой стороны загонять, они должны встать. Хорошо. Для того, чтобы ставить, можно использовать любой алгоритм. Единственное, не рекомендую использовать всякие ромашки-лесенки, поскольку они вам развернут центры. И вам придется уже на собранном кубике их опять разворачивать. Лучше использовать стандартные алгоритмы. Будет гораздо лучше. Находим синий. Поставим мы сюда. У нас осталась не очень хорошая ситуация. Нужно вот этот оранжевый отсюда извлечь. Например, я поставлю на его место вот это ребро. Теперь оранжевый установлю сюда. Тем самым у нас поднялся вверх красное ребро. и второй слой собранный. Покажу еще раз, но уже используя более интересные техники FTOIL. Опять собран правильный крест. Два слоя не собраны и будем использовать FTOIL. Ну, к примеру, что мы видим? Бело-красно-зеленый угол и зеленое ребро. При таком движении она совместится в пару. То есть это стандартная трехходовка. Размещаем уголок над своим слотом и делаем трехходовку. Мы видим вот эту пару, извлекаем ребро, получаем трехходовку опять же и загоняем на свое место. Вот пара, разбиваем, это у нас опять трехходовка, вот у нас пара совмещается и ставим на место. Остается вот эта пара. Поскольку ребра симметричны, можно из любого положения ее собирать. То есть она все равно получается парой. То есть ее можно собрать трехходовками и стандартными алгоритмами. Но из-за того, что у нас ребра симметричны и легко собирался в FTOIL, у нас может быть псевдопаритет. На кубике рубика 3х3 ситуация аналогична вот этой, когда одно ребро стоит не той стороной. То есть неправильно развернуто на своем месте. Поскольку здесь ребра одноцветные и симметричные, мы не можем понять, стоит ли она той стороной или другой. У нас всегда сторона та. Ну и что делать, когда ребро не так? Во-первых, если мы замечаем, что у нас на желтом кресте либо одно ребро, либо три, то явный признак того, что у нас псевдопаритет. Я делал отдельное видео на эту тему, но напомню. В кубике 3х3 один из способов, как это решить, это извлечь эту пару, отвести назад, разбить на трехходовку. Ну как трехходовку, естественно, загнать. И получается крест. Здесь мы сделаем то же самое. Какое ребро выбрать? Да абсолютно любое. То есть видим, что у нас одно ребро у креста, значит псевдопаритет. Достаем любую пару. Отводим ее назад. Опускаем. Разбиваем на трехходовку. И загоняем трехходовку. И вот у нас получается уже буква Т. То есть ситуация, из которой делается ОЛЛ. Это не крест, но уже как бы палка. То есть отсюда ОЛЛ уже можно делать, ну как и на обычном кубике 3х3, мы видим, что это ситуация буква Т. Выполняем буква Т. Можно делать новичковым методом. Сначала крест, потом углы пиф-пафами. То кто как умеет. Дальше лучше делать методом для начинающих. Не то чтобы методом для начинающих, но два этапа. Потому что некоторые пиловые алгоритмы, опять же, разворачивают центры. К примеру, вот ТПР мы сейчас сделаем, поскольку у нас вот ребра напротив стоят. Он центры не разворачивает, поэтому можно применять. И алгоритм, который переставляет два вот этих ребра из метода для начинающих, он тоже безопасен. Можно использовать. В данном случае используем ТПР. Все ребра встали на место. И мы видим, что у нас как бы что-то похожее на Терминатор. Но лучше сделать безопасным способом просто треугольник углов. Вот мы видим, один уголок встал на место. И еще раз. И все. Твистис, куб собран. Головоломка несложная, но стоит быть внимательным при сборке креста. Разворот центров это аналогично с другими шейпмодами. Так же, как и псевдопаритет для тех головоломок, у которых симметричные ребра. На всякий случай покажу еще одну сборку с объяснениями. Вот кубик снова замешан. Начинаем собирать, как обычно, с креста. Видим зеленый. Кубик не крутится. Зеленый на место. Сразу красный. Дальше замечаем здесь синий и оранжевый. Поставим. Синий и оранжевый. Теперь внимательно смотрим на центры. Оранжевый, синий, синий-красный. То есть синий должен быть слева, здесь синий должен быть справа. Если мы синий поставим вот так, то снизу будет синий. Здесь поставим вот так. Ну, чтобы у нас не было два синих, мы поставим его вот так, и тут будет оранжевый. То есть здесь мы оставляем синее ребро, здесь оставляем оранжевое. Проверяем зеленый, красный. Все подошло, поэтому разворачиваем центры в нужное положение. А вот так он неправильно стоит. Что-то такое. Так хорошо стоит. Ну и остается зеленая. Проверяем красный, зеленый, оранжевый, синий. Вроде все хорошо, и у нас вот синий к синему, красный к красному, зеленый к зеленому, и оранжевый к оранжевому. Значит, мы крест собрали правильно. Дальше. F2L. Ну, первое мне замечается вот это вот красное ребро, вот этот бело-синий-красный угол. Сделаем из них пару и поставим на место. Дальше. Вот у нас бело-оранжево-синий угол и оранжевое ребро. Сначала разобью. Да, ну и вот из какого-то положения. Так вот я неправильно пару собрал. Поэтому с другой стороны. И опять неправильно. То есть к этому углу должно быть синий ребро. Ну, и чтобы это определить, то есть вот какого цвета больше, такое ребро и должно быть. Синий ребро здесь. И получаем трехходовку. Вот у нас сама собралась красно-зеленая фара. Так, я синий раньше не под слот поставил. Стоит здесь. Ну и собираем оставшиеся. Вот она. Сделаю аккуратно, чтобы не ошибиться. Сейчас разобью. И вот это вот. Установлено место. Видимо, что опять псевдопаритет. Делаем известную формулу. Достаем пару. Отводим назад. Разбиваем на трехходовку. И загоняем трехходовку. Сейчас я покажу методом для начинающих. Как собирать ОЛЛ. То есть это галка. Фронт. Два пифаха. Мы получаем рыбку. Здесь можно уже взять кубик вот так. И пиф-пафами ориентировать правильно. Можно сделать рыбку. Кубик крутится, естественно, похуже, чем оригинальный. Так что нужно быть осторожным. Дальше смотрим ребра. Ни одного. Ни одного. Двух нет. Пять нет. Красный. И вот так. Зеленые. Оранжевые. Берем их назад и слева. Делаем алгоритм. Делаем алгоритм, переставляющий ребра. Предварительно надо выровнять. Ну и видим, опять у нас ни одного угла на месте. Из произвольного положения делаем угольник углов. Видим, вот уголок встал на место. Ну и опять треугольник углов дособежаем. Ну и все. Простая головоломка. Тренируйтесь. И все у вас получится. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.